Дорогие друзья, приветствуем вас в детской среде. Детская среда это большой образовательный, социальный, поддерживающий проект для родителей, чьи дети страдают онкологическими заболеваниями, для врачей-педиатров и для всех, кто поддерживает сообщество детей, страдающих онкозаболеванием. Сегодня в гостях у детской среды Низбрич Хистанов, хирург, врач-детский онколог, товарищи утерблоком НИИ детской онкологии, гематологии, НИИ-онкологии, НИИ Бухина. Я сказала, наверняка не все ваши регалии, но думаю, что понятно, какие вопросы могут быть обращены к Денису Борисовичу. И Светлана Николаевна Михайлова, заведующая поликлиническим отделением, научно-консультативным отделением НИИ детской онкологии и гематологии, НИИ-онкологии, НИИ Бухина, который наверняка вам известен как онкоцентр на Каширке. И сегодня мы говорим с нашими гостями о последствиях противоопухолевого лечения, в частности, об одном из них, об остеопорозе. У меня, наверное, первый вопрос, я не знаю, кому его лучше адресовать, наверняка к вам, Денис Борисович. Однозначно. Сили ребята, которые перенесли противоопухолевое лечение, подверженные риску остеопороза? Или существуют какие-то конкретные онкологические заболевания, которые являются наиболее рискованными с точки зрения вот таких последствий? Да, Нинария Ивановна, конечно, очень хороший вопрос, потому что если на тесе того, что такое остеопороз, наверное, все уже знают, все подготовились, почитали. Тем не менее, кратко напомню, что это уменьшение плотности и тробикулярности кости. Тробикулярности? Там тробикулы, и состав, вариация расположения архитектоникой, она важна, потому что в зависимости от нагрузки, эти тробикулы распределяют нагрузку в кости, в зависимости от того, что кости и в какой нагрузке испытывают. Бедринная кость, плечевая кость, активная кость. И вот это соотношение между плотностью и состоянием тробикулы, оно очень важно. То, что дети, получающие химиотерапию, имеют чаще всего постельный режим, учитывая, что это само специальное лечение очень тяжелое, сопрождается торшно, торвотой, болями, всевозможной локализацией. И, соответственно, уменьшается подвижность, уменьшается нагрузка на осевой скелет. А, как вы знаете, орган, если не тренировать, он атрофируется. И нам, я же можно сказать с уверенностью, что все дети, получающие специальное лечение в условиях национара, они подвижны риску возникновения остеопороза. То есть это не непосредственное влияние тех или иных процедур, препаратов, а просто некий период максимальной подвижности. Наверное, это сочетанное действие, потому что если человек, извините, его тошнота, рвота, то, конечно, хуже питание, хуже переваривание той же пищи. И для того, чтобы кость была плотной, нужны, наверное, как называемые кирпичики. Нужен фосфор, кальций, обязательно белок. Если что-то не доходит, не поставляется вовремя, соответственно, нарушается и само костеобразование. Еще в убийце там есть остеокласты, остеоциты, остеобласты. И вот от того, как они работают, то мы получаем на выходе. То есть кость в процессе жизни, она не изнашивается, а получает такие небольшие микротравмы, наверное. И когда сама клетка, костная клетка травмируется, ее надо лизировать, устранить. На ее место надо принести другую клетку, чтобы она выросла. Вот это соотношение, чтобы убрать клетку, лизировать и вырастить новую, оно в норме идеально. Если человек по каким-то причинам не может вовремя подать, если организм по каким-то причинам не может вовремя восстановить костную клетку, то, соответственно, процесс по утилизации идет быстрее, чем процесс возобновления, постройки костной ткани. Сюда появляется остеопороз. Когда человек получает специальное лечение, у него, наверное, не только костное образование, у него весь организм страдает. И это такое общее состояние, то есть комплекс таких мер, когда и гиподинамия, и нарушение... Всасываемости болезных веществ. Все вместе, и всасываемости, и общее состояние. Мы же не можем отделить, что у него... Все равно это онкология, это все равно травма психическая. И вот этот комплекс, который воздействует на ребенка, он в том числе и приводит к костю порозу. А это неизбежные последствия противопухолевого лечения? Я хочу сказать, возвращаясь к началу нашего разговора, что костная ткань, она формируется до 20 до 30 лет в норме у человека. И после 30 лет начинается ее обратная резонция ткани. Она потихонечку разрушается вследствие разных причин. Мы сейчас говорим о наших пациентах, которые получали специальную терапию, которые получали химиотерапию. Препараты длительное время получали глюкокортикоиды, получали лучевую терапию, в частности, лучевую терапию на череп. Все вот эти факторы и высокие дозы метрексата, все вот эти факторы приводят к тому, что развивается остеопороз в той или иной степени. У кого-то это более выражено, это зависит от длительности лечения. Это могут быть, этому, конечно, подвержены пациенты, которые с рецидивами заболевания, которые возвращаются к нам на лечение. Пациенты, которые прошли трансплантацию костного мозга, у которых порой развивается так называемая болезнь трансплантат против хозяина. Пациенты, которые получили высокие дозы метрексата, это, как правило, пациенты с костными опухолями. А метрексат – это химиопрепарат? Это химиопрепарат, да. Просто не во всех схемах лечения, не при всех заболеваниях онкологических опухолях включен в протокол препарата, например, тот же метрексат или высокие дозы глюкокортикоидов. Вот мы сейчас говорим о тех, кто находится в группе риска. Это вот пациенты, про которых я сейчас сказала. Вот. И то есть у них расходит не физиологическое снижение прочности костной ткани, а связанное с тем, что ребенок получает химию и лучевое лечение. То есть не как у всех с возрастом, с изменением гормонального форма и прочее, а непосредственно под воздействием лечения. Под воздействием лечения. А как можно понять, по каким, может быть, внешним симптомам родители могут понять, что у ребенка... Что-то не в порядке. ...что-то с непосредственностью ткани. Он, может, медленнее растет. Он, во-первых, медленно растет. Во-вторых, допустим, у него может появляться хромота, если мы говорим о нижних конечностях. Дальше. Травмы, переломы, которые, в общем-то, например, падение с высоты собственного роста. Казалось бы, все падают, никто не ломается. Наши пациенты подвержены переломам именно с не высокой высоты падения, а с высоты собственного роста. Либо это может быть какое-то просто механическое воздействие на ребенка. Ну, там его крепко обняли, у него перелом ребер. Даже такое возможно. Даже такое возможно, конечно. Видите, пока что-то сразу. Да. Все хорошо. Потому что чаще всего, всем известно, остеопороз поражает шея кубедренной кости, позвонки, но в том числе это могут быть и ребра, это могут быть и плечевые, и бедренные кости, которые, в общем-то, крупные и прочные у нас. А существуют какие-то методы объективного взгляда на проблему? То есть можем ли мы чем-то зафиксировать, что да, вот у нас есть остеопороз? Да, конечно. И есть ли, ну, как сказать, степень остеопороза, не знаю, как правильно сказать, слабо выраженная, сильно выраженная? Ну, во-первых, у пациента находится в группе риска 1, плюс переломы, которые не, ну, повторяю, на ровном месте происходящие, да, при объятиях, при падении. Это тоже звоночек. После чего пациенты направляются на исследование, которое называется денситометрия. Всем известно, это рентгенологическое исследование, но проводится очень быстро, это такое короткое само по себе исследование. И по степени плотности костной ткани определяется, есть ли в скелете очаги, где костная ткань находится в среде минимальное количество. И эти очаги описываются, и дальше Денис Борисович, как хирург, сейчас скажет, что нам делать с этим. Да, да, степень, я продолжу, как вы хорошо рассказали, можно сказать, идеальная. Если брать по степени на основе региона диагностики, то норма, есть по степени, есть уже и остеопороз. Если норма – это единица, по степени – это когда меньше 2,5, но остеопороз – когда уже выше 2,5, если брать инструментальные методы исследования. То есть единицы – это остеопения? Нет, это норма. Это норма единицы. Между 1 и 2,5 – это остеопения, выше 2,5 – это уже остеопороз. Мы сразу переходим к тому, что делать, когда я видел. Наверное, чтобы к этому не приводить, нам проще, учитывая, что мы исследуем чаще кости, конечности, то мы можем заранее видеть, и уже, соответственно, коррегировать дальнейшую тактику. То есть вы можете профилактически воздействовать на возникновение. Не совсем так. Мы смотрим снимки, допустим, когда человек, пациент, проходит даже снимок грудной клетки, конечности, при установке тех же эндопротезов, то по региону снимок уже видно, что есть остеопороз. И тогда, даже не тогда, и мы продолжаем разговаривать с пациентами о том, что нужна профилактика. Профилактика, конечно, на первом месте – это, как и везде, физическое воздействие или физическая культура. То есть, как вы сказали ранее, ранее, что если орган не тренировать, он атрофируется. То есть, если меня положить, и не трогать, там, не знаю, пару месяцев, то у меня будет остеопороз, гарантированно. Гарантированно, да. Второе – это, конечно, питание. Питание, наверное, питание, еще раз питание. Если не будет, повторюсь, кирпичиков, из которых строится кость, кость не построится. Правильное питание. Соответственно, чтобы и к этому питанию взять нам кальций, витамин, витамин, витамин. А вот как это сделать, как это сделать в условиях онкологического стационара? Детям разве можно заниматься физической культурой? Особенно вашим пациентам, у которых костные патологии. Здесь, конечно, не в физической культуре, наверное, да. Не в физической культуре, да, речь идет. Об активности. Об активности. Опять-таки, можно лежать и напрягать мышцы рук, ног. Это тоже физкультура. И этого будет достаточно? Это будет, конечно, достаточно. Это лучше, чем ничего. Да, это лучше, чем ничего. Но, опять-таки, мы сейчас больше говорим о последствиях химиотерапии. Потому что, когда человек получает химиотерапию, заставить его во время рвоты начинать движение руками, это очень сложно. Тут, конечно, и по программе. Я хочу подборить с Денисом Борисовичем, потому что у нас есть отделение реабилитации. И оно, его задача главной, является не поставить пациента на ноги после окончания лечения, а помочь ему во время лечения не потерять тех навыков, в частности, костную массу, мышечную массу. И если позволяет его самочувствие на данный момент, с ним занимаются наши реабилитологи замечательные, которые показывают комплекс упражнений, после чего родители вместе с ребенком, или если ребенок уже более сознательного возраста, самостоятельно это повторяют. Потому что даже лежа в постели, если пациент после, допустим, эндопротезирования нижней конечности, его раньше ставят на ноги. Так, Денис Борисович? Потому что раньше пациенты долго лежали, я знаю. Меняется все. Как говорится, с языка сняли. У нас замечательные реабилитологи, тут даже как-то с ним поспоришь. И чем раньше пациент после депротезирования почувствует пол ногами, тем даже психологически ему будет легче восстанавливаться в будущем. Наверное, без этого, наверное, без реабилитологов никуда. А что касается питания? Что касается питания. Несмотря на нежелательные явления химиотерапии, проявления химиотерапии, та же тошнота, рвота и различные расстройства желудочно-кишечного тракта, тем не менее, у нас в институте дети питаются низкомикровным питанием, которое мы и даже этим питанием стараемся нивелировать все нежелательные явления, проявления химиотерапии. По поводу продуктов питания, которые содержат кальций. Это молочные, это всем известные, молочные продукты. Это сыр, это яйца. Причем яйца сейчас есть, кальцинированные яйца с высоким содержанием кальций. Это грецкие орехи. Ну, не всем орехи можно, но тем не менее, мы уже так, забегая вперед, дети, которые закончили лечение, грецкие орехи, кунжут, который можно, он совершенно бескосный, его можно добавлять в салаты, во вторые блюда. Ну вот. Но это мы говорим уже по детей, которые выписаны. Это мы говорим, да, да, да. Потому что здесь жесткие требования с точки зрения антикотериариста. Но молочные продукты здесь можно. Здесь можно, да? Да, конечно. Молочные продукты дети употребляют, яйца тоже едят, да. Куда без детства. Да, да. У нас есть вопрос о Марине Медведской. Как выявить остеопороз? Мы сказали. Закончили лечение в 22-м году. Здесь, Марина, дают сыну витамин Д масляный. Что посоветуют доктора? Вот мне кажется, что все, что связано с витамином Д, это прям отдельная такая интересная тема. Потому что в последнее время витамин Д... Особенно, да, после ковида витамин Д это просто на устах у каждого. У каждого, да. Мне кажется, что это чуть ли не панацея теперь. Его советуют пить в каких-то, мне кажется, даже опасных дозировках. Нет, ну опасной дозировки нет. Во-первых, есть возрастные нормы витамина Д, ой, витамина Д, извините, и так же, как и кальция, который должен присутствовать, и это все определяется в лабораторных условиях. Витамин Д назначается детям и взрослым. И это тот витамин, который, в общем-то, с человеком остается на всю жизнь. То есть он должен его принимать каждый день. Доза зависит. Вот сейчас средняя доза витамина Д от полутора до двух тысяч. Есть дозы поменьше. Я не говорю сейчас о грудных детях. И мы все-таки говорим о детях постарше. И каждое утро начинается с этого. Какую форму витамина Д выбрать, как вам удобно. Это может быть и форма жидкая, это может быть и масляная, это могут быть капсулы. Никакой разницы нет. Главное, вы смотрите, сколько в капельке, в капсуле, или в чем еще, в мерной ложечке, сколько единиц. А чем опасно превышение дозировки витамина Д? Ну, это нежелательное действие на систему мочеводящей системы. Но сейчас, так как все это легко посчитать, мне кажется, мы не будем сейчас на этом застрять внимание. Я, конечно, больше утрирую, но излишки витамина всегда, когда выводят с организма, забирают с собой, грубо говоря, другой витамин. Поэтому лучше не перебирать. А вот у меня вопрос. Так точно ли надо, ну, как сказать, принимать витамин Д в капсулах? Может быть, лучше просто на солнышке ребеночка подержать? Ну, это, во-первых, недостаточно. Во-вторых, солнце в нашей средней полосе бывает редко, даже летом. И, в-третьих, наши пациенты не должны находиться на активном солнце ни во время лечения, само собой, ни после окончания лечения, так же, как и все люди. И прием солнечных ванн, всем известные это часы, до 10 утра и после 16 часов. Когда активное солнце, можно находиться на улице, и нужно, но это может быть либо навес, это может быть веранда, это может быть гуляние в парке. То есть не должны попадать прямые солнечные лучи. Опять-таки, в гости, ручки, лицо. Да, одежда. Достаточно. И это точно надо всю жизнь теперь принимать в данном Д. И здоровым, и перемешившим онкологическое заболевание. Конечно. Но мы все в дефиците. Если каждый из нас вот задаст себе такой вопрос, исходит и в лабораторию, и определит вот этот 25-ОН, витамин Д, вот этот, и увидит, что доза, вернее, уровень витамина Д в организме, как правило, ниже нормы. Чаще всего, да. Очень часто говорят о том, что витамины не усваиваются, если с ними нет какого-то там хорошего сопровождающего. Я так понимаю, что примитивный к витамину Д таким сопровождающим является кальций. Препарат кальций. Кальций. Препарат и кальций, да. Кальций нужен жир. То есть оно все взаимосвязано. Ага. Человек сам может подобрать себе вот нужное... Такие действия должен сделать человек сам, чтобы вот, допустим, выяснить, что у ребенка с витамином Д выбрать форму этого витамина Д и подобрать препарат компаньон. Я считаю, что мы уже все шаги рассказали, значит, появляются жалобы. Ребенок начинает хромать или переломы на фоне общего благополучия. Это первый сигнал. Обратиться к врачу, рассказать... Ну, врач, как правило, наблюдает пациента и знает, что в анониме у него было онкологическое заболевание, которое сопровождалось химиотерапией, лучевой терапией, высокими дозами гормонов и так далее. Значит, он направляет ребенка куда? На денситометрию. Наверняка перед этим, как говорил Денис Борисович, были уже исследования, даже та же компьютерная томография легких, где рентгенологи, помимо состояния легочной ткани, описывают, что есть остеопороз, рюбер или позвонков, которые попадают в зону исследования. У нас великолепные рентгенологи. Да. Ну и у нас, и у нас, конечно. После чего ребенок направляется на денситометрию. Там выявляются очаги остеопороза. Если этот очаг настолько находится в такой разрушительной фазе, ведь в ходе того, что детям назначают даже корсет, допустим, если... В зоне риска, да, аркозирование обязательно. Да. Что у нас? Аркозирование. В зоне риска, если... Да, артез. Да, артез. Обычно это либо позвонки, чаще всего поясничные, нижние грудные позвонки, ну, либо это кости конечностей. Параллельно с этим пациент направляется в лабораторию для сдачи анализов на уровень кальция, фосфора и витамина D. При получении всех результатов доктор видит, что не хватает недостаточного уровня витамина D. Назначается возрастная доза. Недостаточный уровень кальция. Опять же, назначение. Ну, фосфор реже, но тоже бывает. Вот. Так что, я еще хочу сказать, есть такая проблема всем известная, остеопороз, у женщин, на паузе и так далее. Но наши девочки, которые начинают лечение, ведь у них тоже прекращается нормальный менструальный цикл. И они тоже подвержены риску остеопороза, не только потому, что вот все, что предшествовало ранее, но еще и этот фактор. И поэтому на это тоже стоит обращать внимание. Даже если у девочки была не столь интенсивная химиотерапия, но было нарушение менструального цикла, это тоже звонок. Не надо дожидаться симптомов, это тоже звонок о том, что нужно пройти, пройти лабораторную диагностику и наверняка скорректировать уровень необходимых, недостаточных, вернее, витаминов и микроэлементов. Абсолютно согласна. А вот кто должен, как быть человеком? Компиры выписали его из наукологического стационара. Родители провели вот все эти исследования, алгоритмы которых вы там сейчас описали. И выясняется, что человеку нужен ортез. Да. Вот какие действия родителей в такой ситуации? Они возвращаются опять, записываются? Нет, нет, нет. Нет никакой необходимости. Консультация ортопеда, который подбирает ортез индивидуально, как правило, идет подбор, и наблюдается у ортопеда с регулярностью, по-моему, раз в полгода, да, до седометрии, там не чаще проводится, раз в полгода, раз в год даже, если это незначительный очаг. И все на фоне вот этой медикаментозной, так скажем, терапии и ортеза, правильного образа жизни, физической нагрузки, скорректированной диеты, потом оцениваются результаты. И приходит время, когда ортез уже не нужен. Да, все же для понимания, чтобы понять, как говорится, временной промежуток, кость лизируется или расставляется за недели, недели, а чтобы ее организовать или образовалась костная ткань, это месяц. Поэтому, чтобы какая-то была целька раз в полгода. И оттуда же коррекция. Скажите, пожалуйста, а вот вы говорили о том, что одним из признаков остеопороза у детей является замедленный рост. Каким образом люди могут скорректировать рост ребенка, догнать возрастные нормы? Ну, я не думаю, что речь не будет идти сейчас о гармонии роста, это не та тема разговора, но дело в том, почему ребенок не растет, потому что организму чего-то не хватает. Мы этот недостаток восполнили, все, организм говорит нам спасибо и догоняет своих сверстников. Никаких специальных супермерных не нужно. Не надо вытягивать его. Просто здоровый образ жизни. Да, прежде всего. И активный. У нас еще вопрос. Скажите, пожалуйста, ребенку два года пьет витамин до гигантов по полторы тысячи единиц и капли. Нужно ли в этом возрасте дополнительно еще что-то принимать? Кальций или омегу? Ну, вот омега, я так понимаю, это еще один модный, модная добавка, которая тоже претендует на роль банации. Омега-пли, омега-ши, стри, и прочее. Ну, по поводу кальция надо сдать еще раз все-таки анализ крови и посмотреть, если недостаток есть кальций, тогда да. Если его нет, зачем? Потому что мы знаем, что помимо плюсов лечения в употреблении препаратов кальция есть еще и минусы. И длительное употребление витамина, ой, извините, препаратов кальция приводит к чему? К мочекаменной болезни. Поэтому с этим надо быть тоже весьма аккуратным. Ну да, вот этими популярными добавками нужно быть очень аккуратными и делать все только на основе анализа. Да, и не бодом, и не бодами пользоваться, а рекомендуемыми медицинскими препаратами. А что про омегу скажете? Есть смысл вот в этой тройке с точки зрения предупрещения остеопороза приобретения? Здесь не совсем правильно. Омега на и везде, скажем так. И что, во-первых, соотношение омега-3 к омега-6 должно быть правильным. Во-вторых, оно не имеет отношения к глобальному остеопорозу. Это общее состояние, общий он организму. Не может быть что-то, допустим, хорошо, вот я вот сюда вот просто просьбу лечить, а туда я ограничу поступление. И, конечно, он может быть сбалансированный во всех отношениях. Кто просит омега-3? Может быть, просто, простите, приучить ребенка к рыбным блюдам? Начать с этого? Потому что дети не любят рыбу, это всем известно. Поэтому надо изолочиться так, чтобы ребенок с удовольствием ел рыбные котлетки. Физиологически, чтобы все было. Да, да. Но говорят, что омега-3 это вот жирная морская рыба, типа сенги. Это же очень вкусно. Особенно шею. И можно. Ну, можно, конечно. Но если у ребенка нет аллергии пищевой, почему нет? Потом он много же не съест, но он съест кусочек этой жирной рыбки. Скажите, пожалуйста, через какое время нужно сделать контроль? Вот люди начали прием этих препаратов, установили уровень дефицита, сделали денситометрию, провели мероприятие. Когда контролируют? Через сколько? Ну, я думаю, что не еду, но через полгода не раньше, потому что костная ткань восстанавливается очень медленно. И как раз через полгода можно повторять и лабораторные исследования, и денситометрию. Погласны? Абсолютно. Причем денситометрию не всем подряд все-таки. Все-таки это рентгенологическое исследование. Наши пациенты достаточно во время лечения получили достаточно высокую дозу лучевой нагрузки. Повторить ее только тем, у которых явный очаг, деструкция, да? Конечно. Потому что если это чуть-чуть, да, если пациент выписался и на выписке, при выписке у нас к нему претензинец, то он уходит уже в свою социальную жизнь, где будет, надеюсь, все сбалансирование и питание, физическая культура и социум. И по поводу физической культуры я хочу сказать, что надо начинать с простого и ходить пешком. Пешком. Ходить пешком. Конечно, исключить все травмоопасные виды спорта. Это, как правило, командные виды спорта, там, волейбол, баскетбол, хоккей и так далее. Вот. Мне кажется, вот еще лучше, хорошая альтернатива это плавание. Да. Когда это мягко. Да, это мягко, это ни с кем не сталкиваешься, выбрати дорожку, чтобы ты был один на дорожке. Это прекрасно. Это и мышечный каркас подтянется и сформируется, какой он был до заболеваний, например. И Костя скажет вам... Ну, а малышам какие-то родители могут подвижные игры устроить? Малышей не остановить. Малышей не остановить. Да. Да, дети в этом плане, да. Это плавание по временным промежуткам. Есть, наверное, стандартные нормы 30-минутный, ну, образно плавание, 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 бег, 5 раз в неделю для того, чтобы физкультура была достаточна для любого человека, там, ребенок, взрослый, 30-минутный бег, ну, плюс-минус, там, не знаю. И не бег? Нет, это... Быстрые ходьбы? Движения, да, неделю. Тогда будет все хорошо. Я где-то еще слышала, что важно, чтобы эти были 30 минут без перерыва. Да. Даже там 15 минут походил, посидел, там, в телефон подграл, потом еще. Да, и желательно в одном темпе. Не так, что первые 5 минут ты бежишь, а потом еле-еле плетешься. Вот как-то один темп. У всех есть приложение, я думаю, это все совершенно спокойно можно по кульсу выровнять и идти 30 минут в одном темпе. Как вот, представьте, что вы стоите на беговой дорожке, вы же там показатели все вводите, вот так же вы идете по парку, там, не знаю, по улице просто гуляете. Обязательно, да, с широкими шагами, не семените. Заодно и взрослым это тоже. Да, Мамы с папой должны сопровождать детей и это прекрасный пример для детей будет. Родителям. И для родителей, и для детей. Нельзя научить словами, вот ты ходи, тебе полезно. Надо показывать самим. Примером. Дорогие друзья, у нас сегодня короткий эфир, потому что врачам нужно быть сегодня на ученом совете, ну, поэтому мы взяли такую компактную тему для сегодняшней детской среды. Но если у вас еще есть вопросы, у вас есть вот буквально 3-5 минут для того, чтобы спросить обо всем, что вас волнует в рамках данной темы. Мне кажется, это не значит. Да, я еще хочу сказать по поводу питания. Наши пациенты, находясь длительное время на строгой диете, они потом, в общем, можно сказать так, в кавычках, пускаются во все тяжкие, но имея в виду все-таки допустимые. И любят газировку, газированные напитки. Так вот, газированные напитки выводят кальций так же, как и постельный, строгий постельный режим. Поэтому, да, поэтому, если вы хотите быстрее восстановиться, это уже подросткам, наверное, ну, и к родителям тоже этих детей, если помочь, которые я обращаюсь, если вы хотите, чтобы ваши дети быстрее восстановились, то соблюдайте все-таки те принципы питания, которые были заложены во время лечения, постепенно расширяя их, но, пожалуйста, без вредных привычек, вот те же газированные напитки. Никакого лимонада. Ну, в общем, и так далее. А скажите, а сахар в целом вообще является антагонистом кальция? Ну, если брать глобально, сахар, все знают, что попадая в кровь, там инсулины, вызывает вырос инсулина, но, наверное, не все помнят, что еще идет вырос инсулин подобного гормона, а это гормон воспаления. Более того, когда мы ищем на ПЭТ, по ПЭТ-КТ, где есть очаг, мы ищем там, где собирается сахар. Мне кажется, этого достаточно, чтобы ограничить прием сахара не только нашим пациентам, но и их родителям тоже. Никакого лимонада, минимально сахара, двигаемся, ведем здорового быта жизни. И не болеем. И не болеем. Спасибо огромное, что он был с нами. Да, я улыбаемся. Обязательно. Это обязательно. Сами строим свою жизнь. Марина передает нам спасибо за ответ и за эфир. Ждем вас в следующую среду. С удовольствием. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова